друзья всем привет привет вам из солнечной турции сейчас нахожусь в кемере поселок бельдиби и вот я решил подняться на гору вот она вот эта гора то есть мы планируем подняться вот здесь и туда 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 вот так вот пройти местных спрашивал как эта гора называется но никто так мне не ответил мятно какое название у этой горы там нету пешего подъема то есть троп нету мы попробуем сами посмотреть ну что очень часто бывает что местные говорят одно на самом деле по-другому все это гуси и утки прямо подножье так друзья начинаем на свой подъем вот уже залезли на одну гору но сейчас пошли по-по-по-по-по какое-то сооружение все за сеткой так оказалось что это археологическая достопримечательность и называют ее пещера бельдиби это конечно не пещеры как люди представляют туннель ведущий в скалу это больше похоже на вмятину создающую неглубокое убежище в скале но самая главная ценность это рисунки каменное убежище усыпано множеством небольших доисторических картин относящихся к палеолиту для понимания эти рисунки были нанесены около 40 тысяч лет назад так что за этим неприметным забором скрывается многотысячелетняя история нашего существования короче тут все протопано местные находит отдыхает вот тут какой-то как бункер с бетона влит или это туннель какой-то короче на спускаться обходить надо его проход в туннель давайте пройдем ну непонятно если честно как-то же сюда люди забираются вот сейчас просим у местного жителя как на вот эту гору подняться чуть-чуть дальше ты 300 метров по туннелю да да потом право дорога и вот я смогу прямо на эту гору подняться там тропинка есть да да все опасил бы вот уже солнце да вот удачно попробуем подняться а назад пойдем по той дороге по которой нам подсказали так друзья вот мы уже насколько поднялись дальше нам еще еще долго наверное но мы не сдаемся я так понимаю еще полпути мы даже не прошли так что двигаемся дальше 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 у нас идет подъем такой он достаточно динамичный какие-то тут а это это получается троса держит столб до чтобы он не упал вот дорога какая-то есть да это получается дорога дорога она более на такая винтовая но мы пойдем что побыстрее будем идти вот так решил сместиться ближе к краю чтобы было видно как мы поднимаемся очень много паутины очень много получается иголок от хвои нога аж проваливается туда что это такое ящерица хорошо хоть не змея камни очень острые так что мне кажется если допустил хоть одну ошибку будет очень больно это в лучшем случае а в худшем случае наверно придется включать роуминг и звонить жене чтобы не отыскали скалистые острые камни выходят из почвы я повторюсь они реально очень острые но по ним знаете что хорошо что нога никогда не соскальзывает то есть в этом есть хороший плюс и вот так вот можно знаете как как по кочкам когда по болоту идешь вот так вот по ним можно прыгать мы прошли половину да это конечно не в номере сидеть до своя очень сильно скользит по камню то есть если камень обнаженный то в принципе сцепление с подошвой очень хорошая посмотрите тут вообще просто просто не острючие даже я переживаю может не стоит вот так идти может быть как-то обойти вот тут пройдусь вот так вот вот это вот такой вид вот там где коса такая выходит там наш отель что это за цветок то такой вот они цветут очень пахнет цветок имеет несколько названий безвременник или осенник но местные называют его колхикум растение получило свое название от древнего государства колхиды цветы безвременника ядовиты считается что именно их соком усыпила дракона волшебница медея дочь колхидского царя это чтобы ясон мог забрать золотое руно но так ли это было на самом деле наверное мы не узнаем могу сказать что цветок красивый и притягивает к себе внимание а его аромат сладкий как турецкий луку сейчас чуточку передохнем и двинемся дальше вышли на такую такую поляну из камней по ней будет проще чуточку двигаться а силы все покидает меня и покидает а мы прошли еще не всю не всю дистанцию я надеюсь что спуск будет легче чуточку не туда я пошел блин очень много колючих деревьев таких у нас таких нет то есть они схожие на на какой-то на какой-то я не знаю какой-то сорняк колючий это это кусты кустарники такие вон там он какая-то нора что-то туда забежала не знаю ваши предположения что это может быть напишите в комментарии а я двигаюсь дальше а градус у нас подъема растет то есть был сначала более пологие сейчас сейчас более крутой становится крутой густота леса у нас растет то есть будем чуточку смещаться вправо потому что там там будет тяжело нам идти а по правой стороне вроде бы лес реже так что двигаемся дальше такие камни тут уже были на не такие устойчивые и такие крепкие то есть мы чуточку чуть не упали вот опять вот такой цветок но тут он еще не расцвел дерево тут лежит я так и не могу понять наверное все таки тут наверху лежала шапка снега да потом когда начинает все таять все начинает смывать камней острых все меньше вот все равно мы двигаемся по правой стороне потому что по левой вот все в маленьком лесе так хвойные маленькие деревья молодняк выросся там он очень плотно плотно так насажен что там не пройдешь особо а там я вроде бы уже вижу горизонт ты скорее всего наши наш подъем ближется к концу к финишу да не концу к финишу короче финиширую я эту гору скоро а там надеюсь что спуск у нас будет как нам сказал человек более легкие там по дороге будут спускаться или чуть еще я так конечно надеюсь не хочется мне вниз вот так же спускаться угол становится все меньше и получается скоро финиш на на тут уже полога все я камеру не буду отключать чтобы сразу было видно вид да уже близко уже близко ух да это сильно сейчас мы вот туда поднимемся это самая высокая . ну если не считать вот этот вот какой здесь вид до красота конечно неимоверно да гора такая сейчас про туда чуточку спуститься там такой обрыв вертикальный глянуть я думаю видео полностью все не передаст эту красоту потому что ну ну блин но тут просто шикарно вид шикарнейший ты понимаешь что ты здесь один вот я прекрасно понимаю что я на этой горе сейчас один и никого здесь нет ну кроме животных вот вот этому доказательства сейчас попробуем вот так вот туда пройтись блин ну друзья ну гляньте какая красота просто красотища хочется кричать здесь кричать а их они туда красота странно вроде бы горы а ничего нет ну ну чё спускаемся прошел все этом поверху так и не нашел тропинке походу нам надо будет спускаться так как и подымались а это блин не очень прикольно но я думаю спуск будет быстрее главное не сильно спешить потому что не хочется тут разбиться так и подымался так сюда оба чуть не упал да спускаться все таки приятней она лучшая тренировка для ног которую можно придумать главное внимательно ребята нужно это делать внимательно и ни в коем случае не поскользнуться и не упасть потому что полет будет не очень приятно а тут можно уже ускориться да вот так так вот так не знаю как передается на камеру это динамика движений но могу сказать одно что двигаемся мы немедленно а может даже и сравнительно быстро так тут нужно притормозить чуточку да папа блин главное не нарваться на такой ровный камень на котором будет очень много щепки ну не щепки а иголки елочная от этой потому что сто процентов подскользнешься и улетишь так ну чё прыгнем прыгаем прыгаем да опять эти розы ема а зараза как же больно как же больно как же больно больно. Блин, и как мы тут спустимся? Опа! Вот это съехали. Наверно неправильно я пошел. По кустарникам неохота идти. Варианта нету, да? Да такие спуски здесь. Но лучше уж такие, чем по кустам лазить. Особенно по этим колючим розам. Прыгать не хотела. Будем сейчас как-то слазить. Да, блин, опять эта роза. Вот это было больно. Да, сильно. Но ничего, пустила гора нам кровь. Как говорится в этой жизни за все надо платить. Надеюсь, это моя плата за подъем на эту гору. Больше, думаю, ничего не будет. Во! Походу это тропинка. Да, друзья, мы вышли на тропинку. С чем я нас и поздравляю. Теперь можно пробежаться на радость. Да, отлично. А чушь я и там не нашел эту тропинку. Ну да, и тут люди, видимо, ходят нередко. Какие-то такие кустарники непонятно, да? Такие я не видел ни разу. Если бы заранее видел, нашел эту бы тропу. Наверное, уже спустился бы. Вот так. Да, вот уже море. Тут такое, знаете, как дорога. Не знаю, можно, наверное, даже на машине проехать. Но мне говорил местный, получается, житель, что это старая дорога заброшена. Да, да дорога хорошая здесь. В принципе, можно идти и идти. Мы чуточку ускоримся здесь. Вот тут такой свал. Да, произошло здесь обрушение. Видно, да? Вот и столбы все завалило. То есть тут еще и кабель он разорвало. Короче, тут все серьезно. Давайте аккуратно пройдем здесь. Чтоб нас здесь не придавило. Ускоримся. Да, вот чтоб вы понимали, ребят, что такое горы. И вроде бы это недавно все обрушилось. Конечно, да, вот такие вот свалы. Опасно. Лучше, конечно, идти вот там вот. Потому что тут очень-очень опасно. Оно, знаете, там, может, сотни лет не падало. А сейчас какой-то один не очень хороший момент возьмет и упадет. Да, опасно. Вот точно такой был свес. И он там отвалился. Ну, наверное, же повредило что-то. Но почему-то никто ничего не делает. Я не знаю, я сомневаюсь, что это там вчера произошло. Такое, хотя все может быть. Да. Короче, это горы. Тут всякое может произойти. Все, спускаемся мы уже. Еще не хватало здесь упасть. Все, вот уже цивилизация. Асфальт. Сейчас будем одевать маску. Блин, упал. Вот это да. Ну, такой, не сильно. Все. Сейчас одеваем маску и идем в отель. Идти нам тоже не мало. Ну, хотя по пляжу я и шел. Это долго, конечно, было. Но тут, я думаю, все будет быстрее. Вот смотрите, друзья, гора. Вот я был вот там вот. На самом краю. Да, это кайф. Это кайф. Город. Угу. Это кайф. Стиху. Кайф. Остальг. Остальг. Продолжение следует...